И сперва у нас такая небольшая вставочка, в которой мне хотелось бы поблагодарить людей с никнеймами RedFrog, Smaster и Seiyu за подписку третьего уровня на Boosty. Ну а теперь приступаем к реакции. И доброго времени, суток, мои дорогие подписчики и подписчицы. Мы продолжаем просмотр аниме Клинок, рассекающий демонов. Точнее сказать, заканчиваем просмотр, потому что нас ожидает последний эпизод тренировки Хашера, восьмой. По длительности он идёт на протяжении сорока минут. Прошлая серия закончилась на том, что, можно сказать, Музан пришёл в действие, да? И сделал уже где-то какой-то шаг. И, наверное, с этого мы, собственно, сейчас будем продолжать. Так что не будем откладывать в долгий ящик, а просто-напросто будем приступать к просмотру. Но перед этим не забывайте, если ещё не подписаны, обязательно подписаться на канал, ставить лайки и писать комментарии. А также подписываться на Телеграм и на Твич, ссылочки которых находятся в описании под каждой реакцией. А я же всем желаю приятного просмотра и давайте смотреть. Повтор пафосной ходьбы. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, как ты видишь, я всё ещё жив. Даже тот лекарь не смог ответить, почему так вышло. Но я знаю, почему. Всё из-за моего неутолимого желания тебя уничтожить, Музан. Эта несбыточная мечта сегодня угаснет навсегда. Ведь из нас двоих сегодня умрёшь только ты. Но при этом останутся те, кто... Мои слова тебе покажутся ложью. Но у нас с тобой одна родословная. Поскольку ты родился более тысячи лет назад, мы не приходимся друг другу близкими родственниками. Твои слова для меня ничего не значат. Чего ты этим добиваешься? Из-за того, что моя семья породила на свет монстра вроде тебя, она была проклятая. На многие века вперёд. Наши дети всегда рождались слабыми и больными. И спустя какое-то время они в итоге умирали. Когда мой род был на грани исчезновения, один ожрец поделился с нами своей мудростью. Он сказал, что на нашем роду грех порождения демона. И наказал нам посвятить себя победе над этим существом. И если мы прислушаемся, у нашей семьи появится шанс. Целыми поколениями мы брали жёны с семьей жрецов. И смертность новорождённых пошла на убыль. Но даже после этого никто из моей семьи не пережил своё 30-летие. С меня хватит твоей бесполезной болтовни. Ну то есть понятно, у меня вообще почему-то было понимание, что они в общем сражаются против Музана, потому что он демон. Потому что он злой, потому что он опасен. Опасен для всего мира людей. Можно, в принципе, так сказать. Но конкретно именно они, эта семья, начала вести за ним охоты исключительно из-за того, что из-за него на их семье лежит проклятие, из-за которого они не могут мирно, спокойно, счастливо жить. До тех пор, пока существует Музан. То есть такое ощущение, как будто бы природа пытается восстановить баланс. И то есть тот, кто живёт уже слишком долго, тот, кто живёт уже столько веков, как будто бы из-за этого остальным сокращают их срок. Как раз таки тот срок, который за них, можно сказать, переживает Музан. Ну то есть в природе всегда должен быть баланс. И вот таким вот образом сбалансировалось то, что он является демоном и живёт уже на протяжении такого количества лет. Можно даже это как-то так вот понимать. Тошнит уже. Эта болезнь что? Съела у тебя последние мозги? Всё это никак не связано между собой. Сказать тебе кое-что? Лично я не чувствую, что я проклят. Несмотря на убийства сотен и даже тысячи людей, высшие силы меня не покарали. За всю тысячу лет ко мне не явился ни Господь Бог, ни Будда. Вот как? Значит, так ты это воспринял, да? Вот только мне видится всё по-другому. Музан, о чём ты мечтаешь? Все эти годы, какие мечты следовали за тобой в твои сны? Ходить под солнцем? Какое странное чувство. Передо мной сам глава корпуса охотников на демонов. Но я не испытываю ненависти. Напротив. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Меня охватило какое-то чувство ностальгии и спокойствия. Продолжение следует... Продолжение следует... Во всем поместье сейчас всего четверо людей. У буяшики и его жена и двое детей. и никакой стражи позволю гадать что не были готовы твоему придавая тебе скажу что засела в твоем сердце ты мечтаешь о вечности все грезишь о бессмертии так и есть и как только я заполучу на языку это мечта станет явью твоей мечте не суждено сбыться музан видимо ты считаешь что надежно ее спрятал да вот только в отличие от тебя мое время ничем не ограничено ты в очередной раз ошибаешься это типа знаете определенное такое вот проклятие музана в чем заключается ну можно так сказать это не совсем выглядит как проклятие да но для него это так для нас может быть это не мы мы вот как смотрим нам это может быть не кажется проклятием то есть он музан то есть безумно силен бессмертен за исключением конкретно именно дневного света да да исключением света солнца но по факту типа там бессмертен может быть просто может просто жить там по ночам да но для него для того кто желает полного просто там все тотального можно сказать потом бессмертия да тот который грезит о вечной жизни и о том чтобы не было угрозы того что он способен типа там умереть то есть тот кто так сильно этого желает не получить этого для него является таким вот своеобразным проклятием да то есть у него он боится смерти и боится о том что он не сможет жить вечно берете боится того что он не сможет жить вечно гораздо сильнее чем кто-либо другой то есть он очень этого боится и то что он этого боится и живёт постоянно вот в этом вот страхе своеобразном это и есть его проклятие хоть и живет он по итогу куда дольше чем любой другой человек и эти люди которые рождаются и которые знают что им отведен определенный это какой-то срок не так сильно боятся этой вот смерти как как боится он он не живет полной жизни значит потому что я знаю истинную природу этой вечности истинная вечность это чувство людей лишь человеческие чувства не имеют под собой границ и потому бессмертные глупости надоело слушать твой бред за тысячи лет охотники на демонов не исчезли несмотря на беду что постигла наших детей они не переставали бороться за жизнь одно только это доказывает что чувство людей которые ты называешь глупыми по-настоящему выиграли эту гонку со временем и эти чувства не позволят простить того кто так бесчестно забрал жизни любимых ими людей они вечны и никто из них никогда тебя не простит пусть даже пройдет тысячи лет или даже две запомни одну вещь мудзан раз за разом ты наступал на хвост тигру и пробудил гнев дракона ты пробудил тех чья сила еще спала они все это время точили клыки ожидая своего часа они все это время следили за тобой горящими глазами в ночи полные решимости напасть в любой момент и даже если ты убьешь меня корпус охотников на демонов останется нерушим лично я уже представляю большой ценности ну а тебе никогда не постичь связи что побуждает людей двигаться вперед ну да его жизни полноценно неполноценно и кроется в тебе смысл все эти демоны я про музова если что они ведь исчезнут после того как ты умрешь и верно даже воздух содрогнулся значит я угадал заткнись хорошо я уже сказал то что давно мне не давала покоя ты позволишь мне сказать кое-что еще пусть я и сказал что моя жизнь не так уж важно моя смерть точно не будет напрасной потому что мне посчастливилось не искать уважение корпуса охотников а что особенно важно меня всецело поддерживает весь состав хашера иными словами иными словами моя смерть лишь сильнее укрепит их боевой дух ну что закончил говорить да честно говоря я и не думал что ты выслушаешь меня до самого конца а детей его он тоже убьет спасибо тебе мадзан экстренный вызов экстренный вызов нападение на поместье у буяшики нападение на поместье у буяшики голова быстрее быстрее не успею успеть не успеют успеть бы Нам нужно выделить, по крайней мере, двух хашера для охраны главы Можешь это устроить, Химиджима Это что, было до? Невозможно С тех пор, как я стал хашера в 19, я прошу его об этом уже 8 лет, но глава даже не слушает меня Он все твердит, что хашера слишком ценны, их нельзя использовать для личной защиты и держать в поместье Какой же он все-таки упертый Я слышала, что на протяжении веков ни у одного главы семьи у Буяшики не было личной охраны Глава! 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 Вижу его! По месте! Все хорошо! Я успею! Я... Нет... Ну, собственно, когда Мудзан сюда пришел, было ясно, что уже нет возможности где-то как-то их спасти, да и... Сам Буяшик я тогда не давно знал и понимал Ну, музыкальное сопровождение и то, как это нарисовано очень красиво, да? Ну, это бешеная сила, так все именно взорвать, да? Просто считайте, как будто бы одним мановением руки Взрывчатка и запах горящей плоти и крови Это именно взрывчатка? Ааааа! Ебать! Блять, да меня ты толбоеба только что дошло! Мудзан, это не он, это не он сделал а это у буяшики заложил получается вот этот вот заряд заряд ты вот взрывчатки для того чтобы уйти подобным образом то есть он понимал что возможности у него где-то как-то выжить нету ну блин а дети его как девочки тоже получается погибли то есть они бы не спаслись от такого взрыва то есть это было их решение то есть что они все погибнут погибнут вот таким вот образом в один день до не дадут себя убить конкретно именно мудзану ну и какой-то хоть маленький но способ попытаться где-то как-то именно его может быть убить подобным взрывом что вряд ли конечно увенчается успехом но бля я думал типа что это к стану мудзан я вообще не понял что это именно какой-то взрыв взрыв заранее именно приготовленный из-за этого да и охраны вон никакой себя не держал он понимал типа что они в итоге сделают вот то что сейчас сделали бля ну я получается тупой зритель покорежила мудзанов жесть да видел бы ты себя со стороны со своей безмятежной улыбкой как у будды этой взрывчаткой ты разнес себя свою жену и детей на куски я совершил непростительную ошибку посчитал этого у буешики обычным ничтожным человечешкой но нормальным его точно не назовешь не скажу что я не ждал ловушку но точно не такую взрывчатка была напичкана сотнями острых шипов для увеличения радиуса поражения и шанса на смертельный исход она была создана для того чтобы как можно дольше задержать мою регенерацию значит хашера подходят у буешики явно продумал то что будет после взрыва я чувствую что сюда сбегаются людишки видимо это хашера но помимо них есть еще кое-что этот хитрый самоубийца использовал себя в качестве приманки ярость и ненависть ко мне свернулись ядовитым клубком в его сердце словно зумеи скрывать такие убийственные намерения в столь юном возрасте просто поразительно неужели его жена и дети знали что он задумал нет сейчас не время о таком думать успокойся тело скоро полностью похвала от мудзана считаю да его сторону а что это бомбы частицы плоти искусство демонической крови я в ловушке кто использовал искусство демонической крови разветвились моем теле теперь их трудно вытащить посмотри ловушка хорошая прям их не так много я просто поглощу их что ты сделаешь искусство демонической крови шипов оно принадлежит той кого ты превратил в демона в сокурсе она подошла ко мне с помощью искусства закрытия но зачем что она задумала что блин а она нехило его приковала решила внести свой вклад и поглотил мой кулак мудзан как я и думала угадай что я в нем зажала лекарство что превращает демонов в людей как ощущение уже подействовало но мне кажется на нем такое не подействует его создала я ситуация корни изменилась я бы ни за что не сделала его сама ты очень упертая женщина там а я какая неоправданная обида как думаешь кто убил твоего мужа и ребенка я разумеется нет ты сделала это сама убила и съела их если бы я знала чем это обернется то никогда бы не стала демоном я сказала что не хочу умирать от своей болезни я хотела увидеть как вырастет мой сын после этого ты других людей убивала или скажешь мне все это привиделось как по мне вид у тебя был весьма довольный ты прав от отчаяния я убивала многих и чтобы искупить эти грехи я умру здесь вместе с тобой пришел сильнейший я все равно не верю что мудана получится убить так легко но ебать красиво но они очень охуенно постарались это ловушка это просто что-то с чем-то вы и встретили понимаете в моментах просто я охуевал и не понимал что происходит потому что я не исключаю просто из-за того что наверное я тупой блять как это все красиво реализовано да согласитесь что это блять как это охуительно нарисовано и как это все показано и музыкальное сопровождение блин как это круто я под впечатлением конкретно именно от того как это показано понятно что вряд ли мудзан умрет и вряд ли бы это закончилось вот сейчас ну нет не похоже на это то есть это должен быть более где-то какой-то прям колоссально масштабный эпичный бой потому что случае если умрет мудзан умрут все остальные демоны собственно как и луны да вот их бы просто так бы не слили сюжета понятно но блин как это классно это 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 ловушка ловушка ценой жизни понятно у буяшек и его детей и жены вот он как как он это продумал и скорее всего когда они же пригласили получается там айо прийти наверное они с ней переговорили касательно именно вот этого вот как как они все это провернут и попытаются его убить да и хашера хашера камня тоже все бежали все бежали хашера кроме него я в моменте выискивал его но почему-то даже не сказал типа а где он почему он не бежит сюда а он был здесь и скорее всего посвящен был где-то как-то именно вот в этот план в то что все ли будет реализовано таким вот образом то что будет подрыв то что после подрыва там ее использует это вот искусство демонической крови и удержит его на месте плюсом ко всему создала какое-то лекарство да вот она задержит на время получается мудзан и заговорит его и в это время подбежит хашера камня который блять но это так красиво показано реально тут можно быть под впечатлением даже не только там от сюжета там или от того как это происходит или от каких-то типа там драк в целом просто как это нарисовано от этого уже можно охуевать согласитесь это пиздец как красиво с момента именно подрыва то как он восстанавливается регенерирует он рисован вот в этом вот состоянии когда его прям поломала до обожженный весь оборванный вот это блин какая красивая рисовка главе было всего 14 а мне 18 лет он вел себя так что мне трудно было поверить что он на 4 года младше меня ты сражался лишь потому что хотел защитить других и я это прекрасно знаю я знаю что ты не убийца он всегда говорил именно те слова которые были так необходимы людям значимость в его голосе звучало с момента нашей встречи даже на пороге смерти мацан придет ровно через пять дней используйте меня как приманку но приподнесите мне его голову откуда вы знаете что он придет ниоткуда это всего лишь простая интуиция в дополнение к этому характерному голосу семья у буяшики славится непревзойденной интуиции некоторые зовут это ясновидением что-то вроде способности может они просто какая-то определенная связь позволил им накопить огромное богатство и избежать многочисленных кризисов другие дети никогда бы не согласились использовать меня в качестве приманки как бы я не просил он про других а шара да я могу поручить это только тебе есть если такова ваша воля глава спасибо тебе я лишь надеюсь что больше никто из моей драгоценной семьи не умрет да все как и пристанавливаются это существо она не умрет даже если отрубить ему голову видимо единственное что может уничтожить кибуцуджи мацана это солнечный свет а только так никакие не мечи ничего не поможет он не погибнет сражение с ним это бой на истощение до первых лучей со всего нужно удерживать кроме того скорость регенерации его тело очень высока судя по его звучанию намного превосходит любого демона даже после того как его взорвал глава и ослабил наш товарищ он все еще чудовищно силен мы должны сдерживать этого монстра вместе открытым для солнечного света не так просто мудзан я понимаю что он ослаблен то есть поняли это ебать это сколько нужно как все нужно продумать и сколько нужно сражаться вы представьте то есть мудзан не умрет ни от чего кроме света солнца то есть его нужно выманить держать на открытом пространстве удерживая для того чтобы у него не было возможности если что при случае где-то то есть мало того что он просто колоссальный неебически силен да его нужно как-то держать как-то сдерживать как-то бить чтобы он тратил время на регенерацию которого у него безумно быстро и чтобы у него не было возможности где-то как-то отступить отойти свалить то есть вот почему эта битва во первых на выносливость где-то какую-то да на какую-то такую вот выживаемость то есть он будет во первых обороняться потому что у него есть вы на это время так мир вот ночью ночью начал сражаться он очень силен может многих из вас положить даже в соло вам нужно его держать до рассвета и так чтобы не было у него возможности приковать его как-то приковать не давать ему двинуться с этого места вообще как бы работает вот так как он сейчас прикован да и просто раз за разом к примеру типа отрубать я не знаю ему голову может быть где-то как-то помогло бы да а теперь вот понимаете всю ночь нужно его до лучей солнца до рассвета держать прикованным на одном месте чтобы не было возможности у него уйти да это уже сложно это пиздец как сложно и сколько нужно сил потратить для того чтобы как его таким вот образом удержать да а теперь прибавьте его силу понятно прибавьте к нему лун которые к примеру не понять которые понимают то что они умрут случае если умрет мудзан да и которые также пришли сражаться вместе с ним не для того чтобы его защитить прибавьте всю их силу тоже и такое ощущение ну если так вот пор подумать порассуждать у хашера просто-напросто нету шансов нету таких шансов чтобы по итогу его убить есть может быть какой-то шанс справиться изначально с лунами а потом все свои силы и средства направить на то чтобы сразиться с мудзаном и то только если вы будете знать где он находится если вы его где-то как-то именно найдете да и сможете его задержать на должное время но вот так вот мудзан и плюсы вместе с салонами я думаю на данный момент это непобедимая мощь то есть невозможно им что-то противопоставить для того чтобы и уничтожить их всех он прям бешено силе так вот ты где живо отвечай что ты сделал с тобой голова интересно мудзан сейчас хоть чуточку боится стратегия нашего главы просто превосходно это мудзан кибуцуджи мудзан здесь он выживет даже без головы значит он это же так это и есть вот ублюдок это кибуцуджи мудзан дыхание тумана четвертый стиль дыхание насекомого танец бабочки дыхание змея водное дыхание третий стиль это красиво но так как просто перекинул вот в эту крепость а на каком расстоянии он все это это все наверное делает именно 4 луна и благодаря тому что она знает где кто находится она способна точечно каждого из них скинуть именно сюда и мудзан знал что это его защита это его под сейф и здесь нету света солнца ну то есть здесь нету света как с ним сражаться в подобном месте и здесь также все остальные луны но это все близится именно к последней битве последней решающей битве зенитсов серьезен серьезен и с открытыми глазами материн с ну смотри убить четвертую луну и не будет этой крепости правильно это же ее сила это ее способность реально убей ее и этого не будет тебя не сбежать давай достань меня если сил хватит команда танжиро ты падешь от моей руки кипутсон джимон-сан продолжение следует озвучено проектом они специально для сайта они и точка 2024 году спасибо что выбираете нас вы понимаете что эти 40 минут пролетели вообще незаметно и что на протяжении всех этих сорока минут у меня я не хотел отрываться у меня не было желания даже где-то как-то именно останавливать но потому что не хотел отрываться для музыка ахуенную шикарный финал сезона но просто эта серия стоит просмотра всего сезона это однозначно это факт это даже не обсуждается то есть это это еще не конец это еще не конец или титры будут так долго идти посмотрите 30 титрами в этот раз я расскажу вам о канраджи госпожа канраджи очень привлекательная куда настоящая милашка думаю вы и без меня это знаете и поэтому пришло время секретов эпохи тайсёк наставником канраджи был господин рэнгоку мало кто выдерживал его суровые тренировки но нашу канраджи так просто не сломить несмотря на то что от его тренировок все разбегались кто куда он был непреклонен и полон страсти даже не сомневаюсь если мы представляем всех ажера то не забудь про господина рэнгоку точно ты права еще один секрет эпохи тайсёк господин рэнгоку самый крутой старший брат помимо суровых тренировок и обучения он часто меня баловал кроме того господин рэнгоку ел за десятерых как-то раз мы с ним любил кушать да был который можно было накормить целую армию поднажмем вот это да хотел бы я вместе с ним перекусить согласен я тоже часто об этом вспоминаю пришло время сразиться с кибуцуджи мудзан рассчитываю на вас там что был господин рэнгоку да это ведь не сон да разумеется да мы просто обязаны победить кибуцуджи да мы это сделаем и не сомневайся ну а шо говорить то ну блять ну последняя финальная серия она финальная и феноменальная она охуенная согласитесь не то что нельзя сказать что здесь было ну под конец да было какое-то сражение да нельзя сказать что здесь было много каких-то там эпичных там красивых сражений всего нет такого не было они все это подвели именно к последнему сезону да то есть самые главные самые эпичные самые типа там крутые сражения будут именно в последнем сезоне, но они подводку эту реализовали просто таким образом в этой серии, так красиво это нарисовали, так классно это показали с таким охуительным сопровождением и в плане музыки, и в плане всего остального, что ты просто вот, блядь, пиздец вот сейчас сижу, нахуй, дай мне, блядь, дай мне следующий сезон. Реально, все серии, практически все, да, этого сезона, но они такие, ну такие себе, я бы даже назвал посредственные, да, по сравнению именно с прошлыми сезонами, но вот эта серия, она просто делает абсолютно весь сезон, ну просто весь, и переводит его на совершенно иной уровень, да, то есть сразу же насколько это крутая серия, и много моментов вы узнали касательно именно Мудзана, как конкретно его убить, от чего он только способен будет умереть, да, сейчас думай, гадай где и как его задержать, где и как с ним справиться, сейчас придут остальные луны, все хашеры находятся вот в этом вот помещении, для того, чтобы оно исчезло, мне кажется, это мое понимание, нужно убить именно четвертую высшую луну, что будет тоже не так легко и не так просто, потому что остальные тоже будут ее защищать, то есть это, я не представляю, что будет в следующем сезоне, который будет в трех фильмах, да, то есть я не представляю, что будет на протяжении этих трех фильмов, но то, что это будет прям очень красиво, очень качественно, до мельчайших просто-напросто деталей проработано, нарисовано, ну, это факт, ну, это факт, я, у меня такое ощущение, что вот представьте то, что мы увидели буквально вот где-то начиная с середины до конца этой серии, то, что мы видели с момента после взрыва, да, вот что-то подобное будет происходить на протяжении всех трех фильмов, только гораздо более эпично, понятно, я не буду пытаться питать себя надеждами, что это будет настолько, типа, невъебенно круто, хотя этого хочется, да, но все-таки не буду пытаться завышать себе ожидания для того, чтобы потом не огорчиться при случае, но, блин, это должно быть красиво, это должно быть красиво, это должно быть качественно, это должно быть круто, над этим должны постараться, Это все-таки завершение истории, завершение хорошей экранизации, да, экранизации, у которой очень хорошие рейтинги, вот, поэтому они обязаны будут постараться экранизировать именно так, чтобы не разочаровать никого, ну, потому что им важны эти рейтинги, им важны эти деньги, то есть тем, кто этим занимается, да, и они понимают то, что это финал, и финал нужно сделать так, чтобы люди не были разочарованы, чтобы он зацепил, чтобы он был крут, ну, бля, шикарная истерия, ну, просто кучу эмоций принесла, реально, я не хотелось останавливать, я в моментах, когда где-то что-то хотел сказать, говорил, не, но не останавливаю, ну, потому что я хотел просто все это просмотреть целиком, это очень красиво, Это очень красиво, и это та серия, понимаете, и тот случай, когда сейчас, закончив эту серию, закончив эту запись, мне хочется посмотреть реакции других людей на все моменты этой серии, которые идут, начиная с момента взрыва. Вот как подрывают Мунзана и до конца серии, бля, очень хочу пересмотреть. Ну, у меня слов просто нет, ну, круто сделали, просто круто, браво, 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 браво. Экранизация, ну, реально, ну, она достойна похвалы. Не знаю, как вам, и что скажете вы, но в моем понимании, бля, ну, это браво. Ой, ладно. Ждем тогда, ребята, финального сезона. Я в голове не могу себе пока что уложить, каким образом можно справиться с Мунзаном, то есть, как это все реализовать, как справиться со всеми лунами, какие силы нужны для того, чтобы хоть на чуточку где-то как-то приблизиться к этой вот мечте его искоренить, его убить. Вообще не знаю. Это уже нужно решать, и это будет видно где-то как-то по мере просмотра, как бы, следующего сезона, да? Вот, пока у меня в голове не укладывается ни единого варианта, каким образом можно с ним сразиться, но потому что те силы, которые мы видели до этого, да, от всех Ашера, то есть, мы же не знаем до конца, на что они способны на данный момент, то есть, мы не видели их полную силу, их полную мощь. А из того, что мы видели на данный момент, этого совершенно недостаточно для того, чтобы справиться просто с одним Мунзаном, не считая остальных лун. Этого не будет достаточно, поэтому все оставили напоследок. И из-за этого у меня и нету каких-то теорий касательно и предположений, как получится его одолеть. Остается только ждать. Остается только ждать. Ну а на этом моменте, ребята, да, буду заканчивать, буду со всеми прощаться, надеюсь, что вам понравилась эта реакция и всем доброго дня, доброго вечера, увидимся уже совсем скоро в новых реакциях, как на это аниме, так и на другие. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok